мои любимые девчонки сделала я тесто хочу делать пельмени они у меня получается не всегда лепить опять я волосы свои трогаю ну хочу вам нравится да девчата сделала этот вот тесто залепила если потом хотите если вам потом хотите напишу рецепт как я тесто делала ну там одно яйцо немножко соль чуть-чуть оливковое масло налила водички теплой там где-то там 40 50 градусов водичка теплое тесто тесто у меня всегда хорошее получается в этим проблем нету но просто у меня лепить они бывают некрасивые а вкусные бывают вкусные а теперь я обратила внимание что морозильники то и места нету девочки куда это замораживать я хочу заморозить девочки ой девчонки я сегодня я у меня сегодня вчера у такое было хорошее настроение на вот не знаю от чего но было очень хорошее настроение знаете пока довольно спать левого я не знаю чем полночном и счастье сейчас скажете да наверно там с мужем а меня ты там уже настроение не поднимается от того что там с мужем прошу у меня муж всегда готов на любые на любые вы поняли так что в этом у меня проблема не было никогда вот не знаю девчонки вот никогда у меня с этим проблем не было я никогда мужа не ищу а если еще сразу нахожу но большинство он меня всегда ищет а я говорю мясо купила девчата и не хочу в комбайне делать столько фруктов вот не знаю куда их куда их просто пихнуть я в каретанске покупаю такие штучки за чтобы она вешала да блин деньги просто выкидывается да вот рвутся там не знаю она сейчас вот это вытащила урала фрукты накупила девчата вчера мой муж пошел фрукту где фрукты он покупал туда пошел арандану ему подарила на такая подожди подожди на держи как блогеру девочки ну все вот такой твоя жена тоже оказывается блогер но может быть да конечно у нас семейство блогеров у нас семейство блогеров так вот так положу а то девчонки все все место мало понимаете тут совсем совсем место мало тумасик пожалуйста не не заставляй меня нервничать или туда вечно голодный вечно голодный у нас томас вечно девочки я не знаю но весь у меня хотя я чаю пила на и это все вот девчонки утром встаю утром встаю там вы сами понимаете позавтракать на завтрак это потом эту посуду собрать тырым-прым короче занимаюсь своими делами тут на кухне полы помыла такие свежие хорошие полы аж приятно девчата прям просто вот такой кайф вот аранда но это вот но у нас так называется вот это подарила но они у нас дорогие девчонки не дешевые вот и девчонки полы мою короче убираюсь все тут на кухне и чё-то слышу и чё-то слышу девочки да она там что-то возится я понять не могу что она там делает думаю ну ладно я свои дела тут делаю девочки захожу в зал от честное слово девчонки сама в шоке девочки сама в шоке захожу в зал все прибрано девчонки в зале все прибрано все прибрала все убрала моя дочка вытаскивает пылесос начинает пылесосик пришел здесь за 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 этим который вытирает вот это же этот жидкая жизнь привысила я обогрела и знаете что я вам скажу так она тщательно все это сделала такая молодец я хочу это тщательно с чувствовать просто хотела тебе помочь я ваунте девчонки ваунте говядина чеки жирная говядина порежу порежу наверно наверно же сделаем ухо так короче с этой пиндюркой не буду так вот эту все это уберу и знаете девочки что я заметила что я вам сейчас скажу да девчонки до такой степени хорошо сделала я быстренько она же пропылесосила и я ей говорю ну раз ты зал уже стала пылесосить набралась наглости здесь тоже и она стала пылесосить девчонки короче она везде пропылесосила я быстро воды набрала быстро пол помыла везде какая помощь спасибо доча она готовит уже убрать это не надо не надо почему не надо ты же будешь убирать я потом уберу она такая ну зачем давай я сама пошла туалет убрала все я такая думаю я за полчаса только это уже пока она помогает она делает да вот чуть-чуть а сейчас сама девчонки я просто опишу светите девчонки и я и поцеловала вы какая-то молодец я бы как это молодец что ты тети помогла она говорит тебе понравился я буду тебе почаще помогать я бы хорошо ночью так вместе как-то знаете этот делаю все приготовлю девчонки и потом я позову скажу смотрите лук какой вот такой же лук я не хочу девчонки я даже его не собираюсь не чистить он для луковица сейчас возьму чеснок тоже чеснок тоже добавлю сделаю мясо конечно можно любую или можно и говядину можно и баранину можно смешать курицу с говядиной можно кто как любит да кто чем любит вот все пускай готовят да я просто для себя девчонки потому что я же не хочу сказать что я там такая ничего получается манды вкуснейший у меня получается например я просто вот для меня тяжело лепить вот честно говорю да вот зачем я там все выкину и стал он ушел так и стал нашел девчонки и знаете девчонки вот поэтому на родители чтобы там знаете хотя я не считаю что это там такой большой труд да там что там про пылесосики пульс но все равно девчонки мне стало очень 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 понимаете и девчонки как быстро справилась а если нет я там еще полчаса потому что страну ну вы же сами понимаете мы по-другому делали там часе на все смотрелся и дело сойдет девочки сойдет ну самое главное знаете сама решила я так удивилась девочки она будет мне помогать сказала чаще увидите вот я же вам говорю девчонки значит время пришло я положу пару чесночков тоже и хочу слепить племени и заморозить девчонки 9 евро в килограмм да это годится это очень дорого знаете очень дорого и и все равно девчонки свое сделано намного вкуснее середку я чеснока убираю не знаю бабушка вот так говорила она убирала себя для горечи всегда мы через мясорубку пропускали лук на но сейчас мясорубку это все у меня есть девочки вы знаете потом что в конце концов получается все лежит в ящиках потому что он у нас кухня во первых так кухня у меня позволяла все вытащить она же все стоит там потом она пылиться вот это у меня есть комбайны вау сколько у меня видом этих комбайнов есть два или три есть вот этих здоров которые тесто месяц который то делает и это делает все у меня есть девочки все девчонки у меня есть вот так я думаю точно хватит вот это тоже последний остался в мелкий честном терпеть немного вот так сегодня я проснулась как как королевшина полдесятого сделала себе комбайновский чай села от души попила комбайновский чай ну правда правда без ничего но выпила вот с этой пиндюрка все битком все битком сейчас это пиндюрка где который делает машинка а вот она судя не то просто у меня сейчас не до этого вот сюда еще одну мебель можно положить сюда вот сюда сделать одну такую мебель да и вот так полки делать что там а потом думаю на химии то надо все равно сегодня завтра мой сын когда вот будет здесь а жизнь со своей женой если он будет тут жить я не знаю девочки может они другую квартиру купят эту просто будут снимать я же не знаю а будут это сдавать ну я не знаю просто делать что он хочет конечно и говори ему проходи пельмени кушать у нас там он сразу дедушка я буду приди пораньше забери с собой пельмени тоже и дедушка твой поезд он такой не они не не знаю девочки времени у него нету ни на что он будет обучить надо мне там то надо но сейчас правда когда я сама знаю когда я на право сдавала девочки это было что-то кому-то университет закончила вот честно говорю девчонки я день по 13 часов училась вот честно по транс по 14 часов бывало такая ночью проснусь и думаю нет эту тему я не поняла если бы я знала что ой я так большинство так сейчас я уберу половина потому что зачем мне будет тяжело не будет тяжело по чуть-чуть лучше так это на свое место такой кошмар здесь не люблю когда вот это все да девчата вот не люблю люблю когда все так свободно ну куда я чем а я не люблю когда фрукты в холодильнике понимаете вот не мое это не мое это не мое сделала тесто части завалила так чай и остался я уже сейчас же без ничего чай пи просто и как-то уже не интересно без ничего понимаете не лезет ой не лезет девчата так что думала да делать эти пельмени я вчера мясо купила делать эти пельмени не делать может быть там что-то другое потом думаю что я я о и и и и У меня есть специальная такая штучка, туда ставишь вот так дело, здесь тоже где-то должно быть. Знаете о чем дело, потом начинаешь мешать, и куски выходят. А когда воды добавляешь, конечно легче. Но дело в том, что когда ты в воду добавляешь, потом лепить чуть-чуть сложнее бывает. Я уже по-разному пробовала. Я считаю, что это самый хороший вариант. Так, по чуть-чуть. Сейчас вот это доделаю. Сейчас посмотрим, какие у нас получатся пельмешки, девчата. О, глазки плачут, но поэтому в очках. Думаю, что... Думаю, что... М cetera. М.: 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 вот и все вот и все чуть-чуть соль, чуть-чуть перец и все, девчонки что тут? о, долго думать, что ли? чуть-чуть так надеюсь, сейчас ролик делаю если этот ролик вышел, значит, не облажалась и если не выйдет никто об этом не узнает что облажалась ай, девчонки так, теперь соль теперь соль маленькая, это она вся в восторге играется но сегодня она заслужила так, еще чуть-чуть теперь мы помешаем от души мясо просто от души чтобы она прожарилась чтобы она пришла в себя и сказала ох, Наталка ну ты даешь как можно было такую вкусняшку сделать от мяса все зависит вкусное мясо все вкусно было сейчас как налеплю знаете, как я сделаю? раньше я вот так поодиночке делала да, вот она сейчас раскатаю раскатаю этот и рюмочками или рюмочками или там стакан возьму самый большой чтобы пельмени были как пельмени, да? некоторые говорят ой, я так мелкие не люблю я мелкие девчонки вот тут вот тут она чуть-чуть жидковатая получилась потому что, наверное, лука много ну чем больше лука чем сочнее будет я так думаю поэтому так чуть-чуть отобью хотя это называется не отбивать но все равно ох, у меня мама отбивала хорошо на люля вот так, девочки сейчас попробую на соль вот так, ложку пооблезала вы любите пельмени, а, девчонки? вы готовите или как покупаете? хотя, у нас там в России не такие они и дорогие у нас там примерно я когда была в Махачкале не знаю, 300 рублей что ли стоили и хорошие от тетя Аси называлась пельмени от тетя Ази а сейчас, девчонки сколько бы она открывали сами лепят знаете, прям вот как домашние когда нахер делать это даже не выгодно, понимаете? время свое это все но если ты там делаешь достаточно, чтобы там заморозить это все конечно выгодно а тут равьоли называются они вкусные я не могу сказать ну, девчонки ничего подобного как как наша нет вообще испанская кухня считается очень хорошей кухней да? видите, ранее там говорят, что она очень хорошая ой, девчонки не знаю разве лучше наша кухня кавказская какая-то кухня я думаю, что нет купила целых 5 килограмм еще знаете, я покупаю вот, например вот эту муку обычного сорта да? потом другую высшего сорта и, короче начинают добавлять там чуть-чуть здесь чуть-чуть половина этого половина того килограмм этого килограмм этого килограмм этого девчонки получается шедевр вот честное слово вот мне очень нравится немецкая одна есть ну, правда вы глядили, да? вот она мне очень нравится вообще шикарная вот, ее тоже беру так, сейчас я все приготовлю девочки я так у вас на стол на стульчик поставила не знаю, короче все все такое эластичное хорошее девчонки прям вот так и просится сделать с меня что-нибудь вот сейчас посмотрим одним разом попробую раскатать ну, это это тесто можно и без луки его раскатывать оно такое эластичное хорошее, да? ну так как я его держала это, наверное, часик слишком тонкий тоже делать не хочу короче, я хочу все прекрасно ну, посмотрим ну, что получится то получится девчат видите, она не липнет ни каталки ничего очень хорошая естественно рецепт в описании давайте скажу как как говорят хотя, девчонки кого я буду учить здесь никого не учу с тестом девчонки с тестом я с маленьких лет знаете, вот мы же на Кавказе у нас коронное блюдо это хинкал и мы очень любим его наша семья очень любила его и мама часто его делала у нас не было такого, чтобы в неделю там один-два раза хинкала не было я наш такой бюджетный девчонки понимаете не всегда там с мясом иногда хочется без мяса знаете, хинкал просто с кефиром чуть-чуть поблизости посыплю совсем чуть-чуть вот это я делаю только ради своей дочки вот честное слово я вообще от этого мучного хочу не хочу, да ну когда уже сделано девчонки как не покушаешь конечно кушаешь мне надо сделать топленое масло я сделаю ой, моя мама знаете наши родители ну мы там с бабушкой когда были вы знаете да, это топленое масло целое вот такую большую коробку покупала я не знаю сколько трехлитровых банок мы делали это топленое масло мы же все на топленом масле все картошку жарим мы все у нас оливкового масла говорю подсолнечного масла у нас вообще не уходило очень мало только вот на пирожки вот когда жарят да, вот такое может моя ошибка в том что я слишком тонкие делаю эти пельмени может поэтому вот сейчас посмотрим девчонки что у меня получится так ну вроде бы нормально не знаю я конечно могу раскатывать до бесконечности я ее вообще как бумагу могу сделать но думаю не стоит так сейчас посмотрим сейчас выберу сейчас выберу бокал ну вот наверное вот с этого хотя это будет маленький это будет маленький но у меня и нету побольше так чтобы было побольше вот оно это побольше они одинаковые а вот подождите я думаю что вот это да да это чуть-чуть побольше вот самый большой хотя резать надо девчонки с рюмок чем тоньше рюмка тем лучше тем лучше нарежьте у нас специально такая рюмочка была девчонки потом у нас специально такая вещь железная была как она хорошо резала оно вот это нормально и не мало и не много так экономно надо порезать чтобы не люблю тесто выкидывать это для меня такой большой грех понимаете потом раскатаю то что останется потому что толстый стакан знаете края толстые и не очень хорошо то она и и и делает так потом его надо пакетиком чтобы они не проветрились короче вот так и 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 очень плохо режет девочки стакан очень плохо потом угон сделал у меня такая история бомбическая девчонки бомбическая история расскажу здесь я сглупила ну ладно я же потом еще раз раскатаю сейчас один сериал смотрю королева там короче там она с этим наркотрафикой короче связано королева сурд называется сурд на ну вроде бы в реальных событиях потом такая выдумка девчонки что-то мне вообще не верится но может быть и так и было но что-то мне там прям так все знаете но может потому что актриса не такая там выбрали такую актрису но прям не красавицу девчонки да но прям там мужики прям падают возле нее более но не значит нашу дагестанок не видели наших россия не видели наших девчат не видели понимаете все там не знаю ее вроде бы там убить хотели потом она в испании вроде бы приехала и в испании тоже там то то летчик в нее влюбляется который хочет там посадить то это короче всем не влюбляются девчонки да а она такая ох там короче не всем отказывает такая не знаю может быть если бы актриса на выбрали бы актрису чуть-чуть так вот такую знаете я бы и поверила бы но так как такую актрису тоже выбрали знаете начнем лепить девчонки посмотрим что получится я думаю что я оборщинула слишком толстый но посмотри это сделаем с этого тоже сделаю накрою тесто на самом деле девчонки очень хорошие очень эластичные так это поверхность чуть-чуть засыплю сейчас мясо возьму ой девчонки сейчас посмотрим поближе поставлю что вы видели какой я хутор буду сейчас сделаю он столько работы и все испорчу это просто за раз хотя что тут сложного вот не сложно девочки давайте на доску лучше так это я сюда сейчас ой девчонки аж боюсь у нас болгарском магазине по не продаются вот так но я сделаю вот так что за херня может я неправильно делаю не знаю у нас вообще курзы делают но у нас по-другому лепится курзы косичкой вот уже начинается девчонки вода потекла бах бах какая страшная да херня короче это получилось я же вам говорю мусорку бросила ну ладно так и вот просто надо быстро и меньше мяса потому что может быть я лук вот так сделала надо было порезать лук это тоже начнет сейчас мне мозги делать о девчонки я же говорю я же говорю вот видите я признаюсь короче херня получается не примени так позор девочки позор не пельмени а позор какие некрасивые еще это просто ужас вот видите они когда сухие они они нормально лепится вот чуть-чуть мясо начинает у меня просто вот с этим проблема с лепкой проблема но это разве пельмени девчонки а может мне вот так делать их просто не знаю у других хутор такие они красивые а у меня такой хутор может мне вот так делать как как в болгарском магазине вот так как пламени и все нахер а то эта форма такая некрасивая получается вот так сделаю и все ты тоже хочешь то у нас отойди отойдет мусорки вот так начну лепить девчонки я же вам говорю вот у меня вот лепить не получается все получается вот лепить не получается вот видите вот так когда леплю никаких проблем вот смотрите есть люди прям за какие-то не знаю несколько минут раз 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 и прям по сто штук девчонки делает прям по сто штук ну просто у меня дома тоже их никто не готовил может поэтому я не умею вот моя дочка прям любит прям хочет ей больше это нравится моему мужу кораблики больше нравится ну этот манты больше нравится моей дочке вот пельмени особенно если если я еще сварю их в бульоне вообще очень нравится сейчас я вам покажу как у нас курсе лепит это конечно вот так вот так легко но курсе у нас вот так лепится смотрите вот тут зажимают вот тут зажимают а потом идет с косичкой вот так вот так видите вот это у нас называется курсе я так хотела сегодня сделать такие красивые кремени а у меня как всегда получились вареники ну ладно ничего страшного девочки вареники так вареники у моего брат у моего дяди было собрание и там его спросили они там делали конкурс кто лучше всех готовит они что они думают что это будет готовить дети что вы конечно родители и ему дядя говорит лучше всех готовит моя тетя она такие делает манты и они будут хорошо давай скажи своей тете чтоб сделала манты но мы конечно деньги соберем они собрали всем классом деньги там ну а не манты я позвали все спросили сколько там мясо насколько вау девочки вот мы запарились лепить вы знаете целый там конечно на 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 всю школу девочки вы представьте себе манты лепить как как дебилки мы там сидели лепили и моя мама сказала ему еще раз ты мне сделаешь такой я тебя просто убью короче я не знаю мы там сколько из баранины сделали и выиграли выиграл конкурс их не их не этот класс потому что на самом деле девчонки моя мама очень хорошо делала манты насколько это человеку директор поел потом моей мамы спрашивали как вы их сделали как она сказала вот так лепили все а манты же вы знаете секрет мантах чем чем больше лука тем тем вкуснее но мясо тоже должно быть конечно очень вкусное свежее все вообще манты делается из паранины но я знаете девчонки попробовала из курицы из куриного мне тоже очень понравилось с куриного мяса манты не тоже очень параллельника но что мне понравится я когда услышала что из курицы делают тоже вот и так удивилась из курицы потому что мы только делали из баранины но знаете я заметила что баранина запах есть баранины запах есть да там его надо долго там с ним учиться короче что запах у нас же я в нем к не режут редкость а тут вообще баранина в испании не едят они только очень редкий случай это это в поселках там в деревнях как говорится у кого свои барани вот они они едят баранина так тут баранина вообще не едят они только я в нем к понимаете хорошо что я сделала мало теста если бы я сделала побольше теста чтобы здесь было это я не знаю на заморозить нам о морозе я вздохла бы наверно нервничала бы короче девчонки с пельменями уже дело ясно да покупать и все нахер хотя хотя чё девчонки вот так они же продают тоже в этом алгорскому взял точно такую липу как я есть конечно и по другому они там есть разных видов вот такое а в туркмении квадратные девчонки вот так на две части лип вот так и в так вот так все очень тонко очень тонко чуть-чуть водички делаешь по твоям и лепишь без масла без ничего тесто должно быть просто на воде и соль а тут яйцо вода соль и этот и растительное масло чуть-чуть оливковое потом совсем чуть-чуть поэтому такое эластичное такое приятное тесто девочки все хорошо вот только у меня руки не но не с того места девочки вот это для меня мало мяса но за то что я много мяса ставлю тоже так но если мясо там тоже не то что тогда тесто дом кушать что ли вот так девчонки слепили мы пельмени с вами фантастические короче классический рецепт у наталья курманова классический шикарный так шикарный щи ну наверно это тоже можно заморозить ой кайтаночка моя штук десять наверно кушает то день я и сварила я еще так удивилась она мне так такие они вкусные тетя наши я на бульоне сварила на не так не только на воде понимаете так щас уложу хорошенько вот так девчонки я-то думала щас как никогда получится хорошо раз два три четыре осталось раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 пельменей получилось о хозяйка дай богу каждой на 17 пельмени сколько мозгов но здесь у меня еще тесто есть вот я не знаю вот так их кажется да девочки я сейчас попробую короче что так сделаю а потом их возьму скрутону баранье рог и будет настоящий сейчас попробуем ее скрутонуть а вот Продолжение следует... Вроде так. Вроде не так. О, девчата. Не знаю. Вот такие, да, пельмени, девочки? Или какие? Не знаю, что получилось, что получилось. Здесь еще мука уже. Девочки, ну все равно курзышка же красивее, нет? Мне кажется, курзышка красивее. А это я не буду говорить, на что похоже. Промолчу. Просто промолчу. Вот когда она меня попросит, возьму, вытащу и сварю. А то она у меня иногда попросит, я так хочу пельмени. Я думаю, блин, я же их не умею делать. А сейчас в магазин идти, у меня закрыто. Понимаете? Какие они у меня страшные, девочки. Ну? Что делать? То, что есть. Хотела Кайтану позвать. Хорошо, что я ее не позвала, а опозорилась. Так, девчонки. Проходите в гости кушать пельмени. Скажите мне, что я не так делаю, девчонки. Хорошо? Давайте. Целую, пока.